Заседание началось с чествования героя Великой Отечественной войны Виктора Михайлова. Родившись в Чувашской Республике, ветеран уже много лет проживает в Одинцовском районе. Вручить герою звание почетного гражданина Чувашской Республики приехал ее представитель при президенте России Леонид Волков. Мне, как полномочному представителю Чувашской Республики при президенте Российской Федерации, очень и очень приятно находиться здесь вместе с вами и выступить с торжественной миссией, связанной с тем, что жителю города Одинцова, уроженцу села Шихазаны Чувашской Республики, уникальному, и не просто уникальному, а легендарному человеку Михайлову Виктору Михайловичу присвоено звание почетного гражданина Канарского района Чувашской Республики. Виктор Михайлов ушел на войну добровольцем в 17 лет, воевал в 49-й армии, участвовал в самых кровопролитных боях под Москвой, был дважды ранен. Ветеран награжден четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, а еще многочисленными медалями за боевые заслуги. Он стоял у истоков войск стратегического назначения, был начальником Рижского высшего военно-политического училища. В Чувашской Республике есть улица, названная в честь героя, улица генерала Михайлова. Заседание впервые провел советник мэра города Одинцова Михаил Солнцев. Он отметил, что о каждом митеране нужно помнить и сегодня. Больше всего собравшихся волновал вопрос об отмене льгот на проезд в московском транспорте для подмосковных пенсионеров. Сотрудник администрации пояснил, кого коснутся новые изменения в законе. Бесплатный проезд по Москве остается у федеральных льготников. Это участники инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, инвалиды всех групп. Также это граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Лица, награжденные знаком почетный донор России, почетный донор СССР. Также лица, сопровождающие инвалидов первой группы. К этим же категориям по бесплатному проезду относятся и труженики тыла. Все труженики тыла. Лица, реабилитированные, признанные пострадавшим от политических репрессий. А также многодетные семьи. На заседании также представили новый патриотический проект, разработанный жителями Трехгорки. В определенный момент задумывались о том, что в нашем микрорайоне нет никакого памятного места, куда могли бы прийти наши дети, в будущем, наверное, наши внуки, и вспомнить о том, что было в нашем Советском Союзе тогда сейчас России, и кто, благодаря кому мы сейчас живем на этом свете. Поэтому у нас в голове родилась идея создать аллею, не победы, а мы хотели назвать ее аллея памяти. Именно такие инициативы говорят о том, что славный подвиг наших ветеранов не забыт. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.